Идти на звук пилы. Вот такая атмосфера на международном фестивале деревянной скульптуры Алтай-Притяжение. Сейчас у участников особый конкурс. Он так и называется – «Быстрая пила», когда за 40 минут мастерам нужно вырезать небольшие скульптуры на тему легенд и сказок народов мира. Уже второй раз «Бирюзовая катунь» – точка притяжения всех неравнодушных к художественной резьбе из дерева. Здесь соревнуются и в личном зачете, и в командном. Евгений Гомонов вместе с Оксаной Ласьковой – мастера из Москвы. Они работают командой «Лев и тигрица». Здесь же создали скульптуру «Кочевые легенды Алтая». С ней же выиграли. Нашли вот такую идею с конем. И нам показалось это очень верным. В плане, ну, тут была принцесса Укока найдена, вот эта вся история. Нам показалось это вот намного самое близкое решение вот к этой ситуации именно в контексте нашего праздника, фестиваля. Эскизы авторы разрабатывали заранее. Вырезать фигуру нужно было за 7 дней. В этом году здесь работал 31 мастер из России, Казахстана, Белоруссии и Сербии. Жюри оценивали технику, выразительность и целостность. Говорят, было непросто. А тут вы знаете, вот как сказать, вот этот лучше, чем этот. А вот как сказать ему, что он хуже. Тут таких вообще не должно быть слова. Как правило, приезжают лучшие. И очень тяжело. Очень тяжело сказать, что вот это достоин первого места, а вот это третьего. А это вообще ничего не достоин. Поэтому такая и психологическая нагрузка, и она такая вот бессонная ночью начинается сразу. После фестиваля на территории Алтай парк-отеля останутся 16 работ. Еще пять увезут в другие точки края. Например, скульптуру с кошками установят в Алтайском возле гостиницы для кошек. А художник, равновесие и павлин уедут в Барнаул. Их планируют поставить около детской краевой больницы. Анна Рашагирова, Ольга Иванова, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.